здравствуйте дорогие друзья давайте мы сейчас посвятим несколько минут философии и немного поговорим о духовной стороне проявления аутизма и аутизма подобных заболеваний я начну с небольшого вступления давайте посмотрим чем мы обычно заняты вот мы люди ну в здоровом естественно состоянии потому что в больном мы предпочитаем лежать пластом но когда мы здоровы чем мы заняты мы занимаемся поддержанием личной гигиены мы убираем наше жилище мы его чиним мы покупаем продукты занимаемся заготовками занимаемся приготовлением пищи потом мы идем на работу работаем в процессе всего этого мы много общаемся у многих из нас есть хобби ну и попутно как мы делаем всякие там другие дела и все что мы делаем у всего этого имеется какая-то цель то есть мы не бродим так бесцельно и вот там как-то там не знаю просто тратим энергию мы все делаем зачем-то то есть мы ожидаем от наших действий какого-то конкретного результата то есть если мы готовим пищу мы ожидаем что мы пищи получится мы ее съедим мы будем сыты мы будем довольны мы будем здоровы и ну и так далее если проанализировать все что мы делаем то в общем то все эти действия призваны достигнуть одной из двух целей во первых это изменение себя и мира вокруг для того чтобы сделать его более комфортным для себя же любимого ну и для окружающих нас людей особенно для тех кого мы любим ну и вторая цель это получение удовольствия многие действия многие действия позволяют нам достигать обеих целей одновременно например поддержание личной гигиены это изменение себя для того чтобы хорошо выглядеть чтобы от нас хорошо пахло чтобы мы были здоровы чтобы мы нравились другим людям и так далее зачем мы поддерживаем гигиену и целостность жилища это мы изменяем окружающий нас мир близко окружающий чтобы нам было комфортно чтобы мы не спотыкались оброшенные вещи не поскальзывались на пролитом кофе там не не скользили на банановых корках чтобы потолок нам не падал на голову и прочее заготовка продуктов и готовка пищи это изменение окружающего нас мира для того чтобы мы были сытыми здоровыми и не только мы чтобы наша семья была сытыми здоровыми а кто-то может быть там готовит на большее количество людей то есть опять же это мы воздействуем на окружающий мир для того чтобы принести пользу в первую очередь себе и тем кто вокруг нас работа это очевидно это изменение окружающего мира с целью получения денег зачем нам нужны деньги для все того же для того чтобы мы имели возможность воздействовать и изменять окружающий мир так чтобы нам это приносило пользу если работа любимая то мы одновременно еще и получаем от этого удовольствие то есть мы сразу совмещаем две цели общение которое происходит в процессе всего этого это очень интересная вещь с помощью общения мы изменяем окружающий мир с помощью воздействия на окружающих нас людей для того чтобы они что-то сделали чтобы опять же мир вокруг нас изменился в ту сторону как нам это нравится то есть это такой вот сложный способ как воздействовать на окружающий мир как его изменить наше хобби что такое хобби мы воздействуем на окружающий мир изменяем его для чего для того чтобы получить удовольствие себе в первую очередь но зачастую наши хобби они помогают другим людям смотря какие хобби другие дела другие дела могут быть конечно разными но если вы внимательно проанализируете то вы увидите что в любом случае они включают в себя либо изменение окружающего мира с какой-то целью либо получение удовольствия а теперь давайте контролируемое целенаправленное изменение окружающего мира которое мы производим для его большего соответствия нам самим или окружающим нас людям назовем созиданием собственно каковым она является то есть мы постоянно что-то созидаем неважно там для кого зачем но это вот естественный цикл нашей жизни человек в процессе своей разумной жизни он все время что-то созидает даже вот например готовка пищи это очень яркое проявление созидания наше вербальное воздействие на окружающих людей с целью достичь позитивных изменений в мире мы тоже назовем созиданием поскольку это приводит в итоге к тем же самым результатом а иногда даже к лучшим результатом просто немножко другим способом то есть мы созидаем через общение собственно вот все эти наши проявления являются действительно являются созиданием в самом человеческом самом полном смысле этого слова мы делаем мир лучше теми способами которые нам доступны то есть у каждого человека они немножко различаются но есть среди них очень много общего спрашивается а при чем же здесь аутизм да вот причем если внимательно посмотреть на проблемы детей с аутизмом раз всякими там за пр и прочими подобными диагнозами то легко увидеть что их проблемы в общем то лежат именно в этой сфере то есть тех областях человеческой деятельности которые напрямую связаны с созиданием например личная гигиена вот спросите у матерей таких детишек сколько сил они потратили на приучение ребенка к горшку и в каком возрасте это у них получилось те кто не имел с этим дело они могут очень удивиться сколько занимает сил научить ребенка самостоятельно одеваться у многих это так и не получается чистка зубов и всякие другие вещи то есть как только мы упираемся во что-то созидательное для в данном случае для самого ребенка у нас есть проблема то есть это самое базовое созидание с которого маленький ребенок начинает изменять так сказать окружающий мир себя и окружающий мир сознательным способом это вот личная гигиена и в общем большинство этих детей очень затрудняется со всем этим например помощь по дому ведь понимание того что у человека есть не только права но еще и обязанности и понимание того что именно обязанности отличают нас например от нашей кошки у которой единственная обязанность ходить в лоток они в хозяйскую постель а остальное все право мы же все таки отличаемся от этого то есть вот чем мы отличаемся общение аутизм потому и получил такое название что наиболее ярко выраженные проблемы у таких детей лежат именно в области общения а ведь если подумать то общение это самый сложный и самый мощный инструмент который мы имеем в нашем распоряжении для изменения окружающего мира для воздействия на других людей с той же самой целью то есть чтобы мир вокруг нас изменился то есть если мы смотрим вот с такой точки зрения мы понимаем что дети с аутическими и подобными диагнозами имеют проблему в главной человеческой способности способности созидать многие из них сохраняют некоторые аспекты этой способности кто-то больше кто-то меньше а некоторые затрудняются созидать даже на самых базовых уровнях ведь собственно в тот момент когда мы видим в ребенке что он обрел эту способность полностью то есть что он стал способен к созиданию на своем уровне соответственно своим возрастом мы радостно говорим о этот ребенок вышел из аута этот ребенок вышел из раз этот ребенок догнал развитие сверстников ура у нас все хорошо что практического может нам дать такой взгляд на эту группу заболеваний во первых это может нам дать специфические педагогические подходы и приемы которые помогут ребенку с отставаниями развития обрести навыки созидания то есть преодолеть свои ограничения и все-таки научиться созидать то есть научиться позитивно воздействовать на окружающий мир с целью сделать его более подходящим для него самого и для окружающих его людей то есть к осознанному изменению окружающего мира и во вторых это может дать нам направление мысли что именно какие свойства в нас самих нужно изменить проработать то есть что мы родители должны справить в себе в чем собственно задача в нашей жизни есть очень много родителей которые интересуются именно вот духовной стороной как сказать работы над собой вот это вот то направление работы над собой который поможет не только родителям но и их ребенку всем спасибо до свидания хорошего дня